блин очень выгодное предложение я даже не знаю но нужно закончить войну нет это будет отвлечением всего лишь времени нет спасибо мы должны воевать потому что то что я возьму если так посчитать то на содержание отрядов у меня уходит совсем немало поэтому если будет этот мир лучше хлеб который съедается с радостным сердцем чем богатство не представляете насколько правит правильная фраза не представляете но это к сожалению относится к морали больше и к образу жизни чем к нашему прохождению поэтому расширять мысли я не буду но фраза действительно великолепная как там богатство умножает заботы библии сказано ого ого как мы слабо все-таки стреляем с этих колесниц вообще не вижу от них толка в общем нанимать то больше наверное не буду только если уже не будет никакого выбора вот это вот совсем другая стрельба вы видели что произошло блин но на колесниц на содержание понятно что они быстрее ездят но нам в данный момент это вот быстрая и далекая езда до одного места но и локально пасемся со всем нашим войском куда-то очень далеко перейти не можем офигеть вообще никакого ущерба не наносит от ай-яй-яй-яй не могут перебить через пересеченную клетку ладно мечников не будем пускать что тут что тут мы давайте военачальника сюда мне кажется здесь слишком далеко чтобы нанести ущерб этих сюда поближе подведем ну и остальных тоже поближе да так на чем мы остановились то есть 300 тысяч лет мы находим явное свидетельство всех этих передвижений телодвижений со стороны гомо сапиенса безусловно споры по поводу эволюционного происхождения человека приветствуется но пожалуй мы будем наверное их виде диспутов опять же обсуждать так как вот сейчас если мы начнем с вами спорить в комментариях ютюбу по поводу произошел человек благодаря эволюции или благодаря чему-то другому замыслу еще чему-то сожалению youtube не рассчитан на то чтобы удобно это совершить хотя можно конечно же приводить какие-то свои аргументы что такое тоже будет интересно наверняка среди вас есть люди которые верят то что бог является первопричиной всего я тоже когда-то верил так и причем верил весьма аргументированно но тем не менее изменил свою точку зрения поэтому в общем то вот такой вот нюанс а нас касается именно вот эта предыстория до появления письменности первобытно-общинный строй так называемый который преподает школе что выбрать что выбрать наверное нужно дальше типа эпохам стали варенье вообще неплохо смотрится но 10 ходов слишком много нам может быть что-то понадобится сейчас оптика но давайте гильдии давайте деньги деньги делать золотой век долго не будет он скоро закончится мы должны поддерживать нашу казну положительном балансе и для этого пожалуй пришло время построить что-то для денег наверное рынок выглядеть наиболее практичной постройкой и все такое как бы это ни было печально признавать но человек на этой планете в принципе везунчик гомо сапиенс вы помните все эти моменты насчет неандертальцев и так далее все вообще опять же неандертальцы вот эти все названия это весьма условны и снова же вот эти вот понятия там железный век бронзовый век и так далее и тому подобное это тоже весьма условное понятие то есть это как бы сказать помощь для периодизации но никак не абсолютная величина которая вот стоит сказать что неандертальцы это была определенная группа существа которые мы точно знаем что они существовали точно знаю сколько и было и точно знаю как они закончили к сожалению точно мы не знаем то есть есть некоторые предположения есть даже расхождение в любом случае вот эти вот мысли по поводу того что неандертальцев уничтожили люди и выбрались либо они сами вымерли где-то отдельно от людей и выбрались на эту новую ступеньку развития они допустимы эти разночтения эти мысли но факт том что человек разумный именно гомо сапиенс он стал тем кто кстати гомо хомо сапиенс гомо на русском гомо читается то есть припоминаю что было у меня в каком-то топе я на канале гекине делал топ и там гомо сапиенс сказала какие-то дурачки блин я не знаю какие-то ну реально надо же быть такими ущербными что не знать даже как правильно читается хомо сапиенс это по-английски гомо сапиенс это по-русски это такая принятая научная традиция и поэтому это правильно так что надеюсь под этим видео комментариев подобных как имбицильных тех комментариев под тем видео не будет кстати я иногда удаляю такие комментарии почему потому что человек реально позволить себя потом начинают другие присоединяться к этому диалогу и говорить там вот идиот оскорблять всячески человека ну зачем отправлять может он просто не знает может он ошибся конечно стоило бы макнуть его мордой в грязь чтобы он следующий раз нам почитал хотя бы книги ли ну на крайний случай учебники с первого класса начинаю но не знаю я предпочитаю не смотреть на то как людей унижают или люди унижаются все-таки у каждого свои условия не каждому было дано и не каждого была возможность ознакомиться с какими-то высокими науками кто-то всю жизнь там пахал или пытался выжить ему как-то эти все высокие мысли до одного боку потому что они у всех из нас благополучной семьи не всех из нас судьба складывается мягко это тоже нужно учитывать на своем жизненном пути что-то много отступления сегодня все подобрались мы к деле ну не мы не могли по-другому сделать потому что враг враг бы тогда в городе засел и оттуда нас штурмовал атаковал поэтому мы должны сейчас уничтожить все отряды и кстати блокировать города для того чтобы эти отряды не могли выходить из них но в блокировании городов сопряжена с очень большой трудностью именно эта трудность касается уничтожения наших отрядов хотя с какой-то стороны нам такое громадное войско по окончательному итогу индийского всего похода вроде бы не нужно может быть конечно она бы не помешает но мне кажется что с индии когда мы покончим а я думаю мы с ней покончим все-таки нужно будет заняться больше развитием и накоплением денег определенных удариться в развитии так мы нас очень сильно этот военный конфликт отвлекает наверняка где-то кто-то параллельно далеко идет вперед а мы здесь вот воюем и можно сказать что вредим тем самым своему развитию так как так как так как так как технологии очень много значат может оказаться так что из-за этой войны мы отстанем от других даже не знаем как другие кстати себя чувствуют и как знаю вернее по сравнению со своими прогрессами мы можем наблюдать что не сильно у нас хорошо все получается вот еще мечеть это тоже чудо и чеченицу нифига себе да и по делам такой юнит мнение но лучше не не нужен вообще толку от них маловато этих колесниц кроме быстрого перемещения ущерба не наносят минимальный так что что значит по поводу до первобытного человека ну давайте начнем с этой истории когда где-то около восьмидесяти тысяч лет назад на земле осталось очень мало чем меньше было людей около тысячи людей на всей земле ну то есть гомо сапиенс осталось тысячи тысячи представителей этого рода на всей земле почему потому что катаклизмы катастрофы различные снова же ледниковые периоды парниковые эффекты как называемые они постоянно сменяются не стоит думать что это вот в нашем времени мы загадили атмосферу и так происходит нет больше всего на это влияют на самом деле вулканы мы лишь можем усугублять это положение ускорять его замедлять а в рамках планеты все же не стоит считать себя всемогущими не настолько уж мы способны даже ее допустим и уничтожить еще до такого уровня все же я бы сказал что мы не доросли чтобы регулировать настолько как бы сказать прямым образом природные циклы мы нам можем на них влиять но определять их мы не можем определяют их другие явления а именно вулканы но вулканы вы знаете питаются откуда и соответственно цикл от этого нашего земного ядра очень сильно влияет также как и солнечные циклы взаимодействуют и лунные циклы ну и все это взаимодействие она влияет сложена выживаемость поэтому учитывая все моменты можно подытожить что нам очень сильно повезло что мы выжили и добрались до данного времени цивилизации угрозы не сняты тем не менее мы все еще на одной планете и из-за этого много может возникнуть проблем в будущем если вообще мы не растворимся где-то в бездне космоса кстати основной аргумент креационистов насчет того что посмотрите же как вот все условия на земле были соблюдены чтобы появился наш вид что как все красиво располагается поддержка населения у нас хороша а вот с остальными делами нужно еще улучшаться ладно переходим следующий ход то есть как же все так совпало что появился человек это типичное заблуждение человека который не знает как бы сказать вот этих вот законов логики это логика от обратного называется получается если посмотреть с другой стороны что именно человек и появился потому что так условия сформировались то все становится ясно никаких то тут не нужно приплетать потусторонних сил то есть именно из-за того что так условия сформировались мы и существуем мы можем об этом размышлять но не из-за того что мы существуем условия так сформировались потому что изначально были условия а не человек поэтому разница большая не стоит допускать эту логическую ошибку своих размышлений когда мы думаем о самом появлении человека разумного но вопросов там безусловно немало уменьшаются наши юниты какой-то мере я не против ваш город обращен блин кто обратил город город аккад перешел другую веру это скоты в индуизм перри блин перевели они в индуизм так что то надо будет значит нужно быстрее уничтожать этих ребят и с верой что-то делать с верой на веру мы очень мало внимания обращали именно по той причине что нас возникало много других проблем поэтому мы старались развивать денежные отношения теперь стоит обратить внимание на веру потому что она уже непосредственно затрагивает наше развитие и она но наверняка из-за вот этих вот обращений ничего хорошего не происходит красавцы как вы обрушили мы сразу атакуем два города почему кто-то скажет неразумно но как мне войска так поставить чтобы все их задействовать в атаке на один город мне кажется вполне себе можно отвлекаться и на два тем более мумбаи рано или поздно мы удалим так красавцы сюда переходите да да мы сразу и делим бая возьмем нужно уничтожать этого ганди иначе он всех нас обратит в свою веру и тогда мы уже неспособны просто будем сопротивляться блин назад и уничтожат на следующем ходу копейщиков ну да ладно не приманка все же конечно потеря суровая текс а чё с этими то надо крестьян как-то определять чтобы они строили что-то хорошее я знаю что автоматически можно назначать всем отрядом как что делать но пока что это явно нереально слишком жесткие условия нашего развития и пускать все на самотек это было бы глупостью да у нас сейчас 22 отряда юнитов уничтожат на следующем ходу но и мумбаи мы добьем ход 2 буквально и мумбаи будет наших руках так что такой момент насчет кредиционизма который я хотел подчеркнуть не стоит эту вот логику искажать все-таки законы логики должны действовать они действительно действуют первое причины и следствия причины и следствия от всегда ищите причины и следствия всегда есть первоначально идет причина потом уже следствие не стоит путать одно с другим отсюда как бы и предпочтение стоит давать причине и следствию ясно что есть какие-то исключения но это уже больше такие философские измышления которые мы отвлекаться сейчас не будем вот да я говорил 2 юнита уничтожено хорошо принципе с той точки зрения что казна будет пополняться так как золотой век закончится через четыре хода а наняли мы юнитов мама не горюй красави красота вернее красавица хотел сказать не не красавица красотища нотр-дам красавец мужского пола хотя это здание конечно же какие тут пола но тем не менее построили успели мы хоть одно чудо выхватить а то эти проклятые чебуреки блин некрасивые выхватывают там все это чебуреки не в том смысле каком некоторые оскорбительно говорят по поводу остальным людям а просто так к слову пора перекусить наверное сейчас мы сейчас мы свернемся скоро я перекушу обязательно что-то что-то и где у меня ассоциируется всегда с едой и поэтому зеленый цвет наверное он ассоциируется между прочим с едой он возбуждает аппетит и поэтому как раз наверное такая борьба приводит к закономерному желанию как-то насытить свой желудок все мумбаи почти на последнем издыхании и тут еще три бушеты разберутся с дели очень легко причем так а у нас социальные институты что мы выберем у нас есть коммерция и меценастов меценастово повышает выгоду коммерция дает существенное преимущество ну понятно в торговле флотские традиции пока не актуальны профсоюзы сокращают золото сотрата на содержание дорог из железных дорог гавани и морские порты пока тоже вроде бы меркантилизм сокращает тоже в общем сокращение сокращение расходов это хорошо дорог у нас немало если мы сократим расходы то принесет это в казну помощь хотя у нас нужно и честь как-то уважить все же все же с честью не все так определенно то есть с военными юнитами как раз сейчас было бы неплохо их подмарафетить давайте да этим и займемся как раз война и поэтому в унисон с войной мы сделаем что-то полезное о рынок два хода всего лишь замечательно производство короче у нас валит и валит и тут рынок тоже но может во монетный двора чудес нету значит значит монетный месторжение серебра у нас есть давайте это да монетный двор сделаем и у нас еще один юнит еще один великий человек великий полководец которого можно задействовать напрямую здесь развитие таком себе тупиковом периоде но зато даются нам ресурсы хорошие текст но тут вроде бы все ясно все понятно все атаковали и на следующем ходу мне кажется мы с мумбаи покончим чуть-чуть совсем осталось блин до этого не успеют нанести нам ущерб но пускай я не сильно переживаю армии нужно в любом случае сокращать это мне увольнять придется юниты понятно что они опыт набирают но как-то мириться с этой проблемой все равно нужно так мы побеси ай-яй-яй да молодцы они же с двух сторон так атакуют хорошо заделались но ничего мы вам отомстим не переживайте еще совсем немного осталось времени мы разделаемся с этим гадким государством